Радиотерапия 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 Радиология – терапия местная. Это значит, что она работает только с тем или иным органом или определенным участком тела. Этим она отличается, например, от химиотерапии. Максимально точная терапия. Рассчитать дозу облучения и необходимое количество сеансов помогают компьютерные программы. Лучевая терапия включает разные варианты облучения. Возможно, облучение дистанционное, наружное. Связано оно с внешним воздействием на пациента, на опухоль. Эта процедура совершенно безболезненная. Она выполняется на аппаратах, на линейном ускорителе. Для повышения точности облучения применяются современные методы визуализации. Компьютерная томография, рентгенография, позитронно-эмиссионная томография. У нас есть и контактные методы облучения. В этом случае источник излучения вводится прямо в организм и доставляется к опухоли, располагается на ее поверхности или вводится прямо в саму опухоль. Это линейный ускоритель электросинерджи, в котором проводится облучение фотонами и электронами. Облучение высокоточное, комфортное, иными словами. В 3D-проекции можно обрисовать опухоль, подвести к ней пучки и спланировать оптимальное распределение изодозы с ощержением окружающих фактических органов и структур. В данный момент мы проводим облучение опухоли головы и шеи головного мозга, для чего у нас изготавливаются индивидуальные маски из термопластического материала под каждого пациента. Аппарат для стереотоксической радиохирургии «Кибернож» позволяет подводить прицельно к опухоли высокие хирургические дозы излучения. При этом доза на здоровые окружающие ткани остается минимальной. Непосредственно во время процедуры облучения происходит слежение за положением пациента, за положением опухоли и при необходимости коррекция для обеспечения хирургической точности. Радиотерапия позволяет сохранить строение органа и его функциональность. Этот метод улучшает качество жизни, а кроме того обеспечивает уменьшение выраженного болевого синдрома. Облучение не опасно для окружающих. Облучение не представляет опасность для пациента, когда он вышел с аппарата, когда он покинул отделение. То есть он не излучает ничего. Сегодня растет количество онкозаболеваний, а значит растет и потребность в лучевом лечении. Каждый год в отделении радиологическое лечение проходит более тысячи пациентов с опухолями различных локализаций. Редактор субтитров А.Семкин